Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Артём. Я папа Кирилла. Раньше в видеоотчёты все записывала моя жена Даша, но я всё-таки созрел. Я думаю, у меня есть с чем поделиться. Хотел рассказать о последних наших изменениях, как хороших, так и плохих, с последней записи Дашного отчёта. Мы с Давидом общаемся с марта месяца, точнее с 14-го числа. За это время очень много произошло, но всего не перечесть. Я постараюсь выделить самые важные черты, которые произошли в период с последнего отчёта. Постараюсь немножко структурированно рассказать. Начнём с речи. Речь у нас сейчас Кирюше 2,5 года, но структурированной речи у него до сих пор нет. В основном он говорит отдельные слова, и то их явно не произносит. Это 2 или 3 слога, может быть. Иногда, иногда редко у него проскакивают конструкции из двух слов. Что радует, что заметен прогресс Кирюшу. У Кирюши постоянно появляются новые слова. В основном это предметы, животные. Очень любит цвета. Ну и говорит основные действия. Иди, сядь, дай, на, ням и так далее. Что очень радует, что он не молчит в последнее время, очень много говорит. Куда бы мы ни шли, он всё время показывает пальчиком, говорит, там, ну, называет, что это машина, или цвета, или там жуки, там, ну, любит очень муравьёв, показывает на муравьёв, говорит, мяу, как мяу, муравей. Вот. Улучшается в общем ситуация с общим пониманием Кирюши, нашей речи, и мы его немножко стали лучше понимать. В частности, Кирюша стал лучше понимать и исполнять некоторые просьбы. Несколько дней назад я игрался с младшим сыном Кирюша, игрался сам в игрушки, зазвонил телефон, телефон лежал чуть наодаль. Я не особо ни на чё не надеясь, просто сказал, Кирюша, дай, пожалуйста, телефон. Кирюша на меня посмотрел, подбежал, взял телефон и передал его мне. Это было бальзам прямо на душу. Выполняет и другие простые просьбы. Иди сюда, иди к маме, дай маме, отнеси маме, покорми маме. Вот. Немножко трудно с младшим братом. Прошу его всё время дать что-то младшему брату. Ну, не всегда получается, достаточно редко. Стал немножко лучше понимать объяснение. У нас небольшая проблема. Он не хочет меня отпускать на работу. Я утром ухожу на работу, они уже просыпаются. Кирюша всегда очень расстраивается. И часто бывает даже истерика, когда я ухожу на работу. Стараюсь сейчас в последнее время перед уходом на работу с ним провести некоторое время. Сказать, Кирюша, всё хорошо, папа пойдёт на работу. Отпусти, пожалуйста, но папе надо идти на работу. Ну, мне кажется, что истерики... Ну, не истерики, но истерики, да. Расстройства его по этому поводу некоторое время назад стали чуть поменьше. В частности, Даша применила ещё такой лайфхак. Когда я ухожу на работу, Кирюша начинает расстраиваться. Она тоже начинает плакать. Вот. И Кирюша смотрит на Дашу и начинает её успокаивать. Так сказать, утешать пытается, тем самым сам забывая. У нас немножко теплее стали отношения, ну, между родителями и Кирюшей. Он стал больше любить обнимашки. Он в любом... Ну, при любом удобном случае ему нравится, чтобы его обнимали. Вот. Любит жалеть. Очень любит, когда его жалеют. В частности, мы... Ну, одна такая большая проблема, что мы до сих пор... Кирюша до сих пор очень истеричен. Вот. Мы с ним пытаемся бороться, ставим его в угол, ругаем, объясняем ему всё. Вот. Он когда успокоится, очень любит, чтобы его пожалели, пообнимали. Вот. Тогда он достаточно быстро успокаивается. И у нас один из явных больших минусов в его поведении – это одежда. Некоторое время назад он перестал одеваться. Не любит одеваться. Даже ту одежду, которую он всегда носил, почему-то разлюбил. Вот. А так потихоньку всё движемся в лучшую сторону. Спасибо Давиду, спасибо Юзефе, спасибо всем за внимание. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»